Существует целый класс автомобилей, главное достоинство которых сосредоточены за пределами водительского места. Килограммы полезной нагрузки и площадь, на которой эту нагрузку можно разместить, для них важнее максимальной скорости и времени разгона до первой сотни. Даже удивительно, что для таких машин иной раз выдумывают звучные имена. Вообще-то Газель это жвачное парнокопытное млекопитающее семейство полорогих. Но в течение 18 лет нам, жителям одной шестой части суши, прививали мысль, что на самом деле Газель это популярный развозной грузовик. История колесной Газели началась еще при Советском Союзе. Бог знает, какой ветер уловили инженеры автозавода, находящегося в самом закрытом советском городе. Но именно они почувствовали будущий спрос на небольшие развозные грузовики, в то время, когда и само понятие спроса употреблять было не принято. Идея экономически эффективной современной полуторки успеха в высоких кабинетах не имела. Советское правительство хранило верность гигантомании. Понадобились крушения СССР и масштабный экономический кризис, чтобы завод обрел самостоятельность и выпустил в производство ГАЗ-3302, для которого сразу придумали безупречное с маркетинговой точки зрения имя – Газель. За без малого 20 лет выпуска нижегородские полуторки заполонили дороги России и сопредельных государств и попутно не только спасли завод, но и стали едва ли не главным средством производства для зарождающегося класса индивидуальных предпринимателей. Обычно этого бывает достаточно, чтобы объявить автомобиль культовым. Но даже культовым автомобилям рано или поздно приходится готовить замену. Теперь отличить животное от грузовика можно будет не только по внешнему виду, но и по имени, потому что грузовик теперь не просто ГАЗель, а ГАЗель Некст. Потенциальный покупатель прежде всего обратит внимание не на новое выражение лица и оставшиеся от предшественницы фары, а на некоторые цифры. Новая бортовая ГАЗель выросла в длину на 13 сантиметров и в ширину на 10. Из-за увеличенной ширины грузовой платформы кабину пришлось украсить дополнительными габаритными огнями. Колесная база выросла на 245 миллиметров, а у появившейся в модельном ряду длиннобазной версии она и вовсе больше 3,5 метров. По документам грузоподъемность осталась на прежнем уровне, но сами разработчики говорят, что не могли не учесть склонность владельцев ГАЗели к превышению разрешенной нагрузки. В отличие от профессиональных экспедиторов, сторонний наблюдатель первым делом кинется изучать кабину. В соответствии с современной модой она представляет собой совокупность обширных плоскостей и острых граней. Но дело тут не только в моде. Например, передний бампер кажется единой деталью, но на самом деле состоит из четырех элементов, каждый из которых можно заменить отдельно. Сама кабина стала гораздо просторнее. У нее выше потолок, а площадь дверных проемов увеличилась на 23%. Прежде чем запустить в производство, ГАЗель Некст подвергли аэродинамической инспекции и проверке на прочность. Конечно, из-за полностью новой кабины ГАЗель Некст кажется автомобилем, созданным с чистого листа, хотя инженеры не скрывают, что в основе конструкции все те же решения, опробованные на ГАЗели первого поколения. Тем не менее, незаметно глазу изменений столько, что перечислять их можно на каждом шагу от переднего бампера до заднего края грузовой платформы. Ну вот, например, здесь новая независимая передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, новые тормозные механизмы, абсолютно переработаны опоры кабины, у длиннобазных версий дополнительно усилена рама, изменена конструкция задней подвески и переработанные рессоры, которые вызывали столько нареканий на машинах первого поколения. Наконец, здесь грузовая платформа из нержавеющих материалов. Еще интереснее изучать список поставщиков компонентов для новой ГАЗели. Тут обнаруживается целый географический атлас. Ступичные подшипники поставляет немецкая Шеффлер Групп, компоненты рулевого управления другие немцы из Санрадфабрик, двигатели приезжают с китайского завода американской фирмы Каменс, сцепление с завода еще одной немецкой фирмы ЗАГС, подшипники коробки передач поставляют шведы из СКФ, карданную передачу турки из Тирсан. Детали тормозной системы, как и амортизаторы, нижегородцы закупают у корейцев из Мандо, а антиблокировочную систему у Бош. Несмотря на разнообразную географию происхождения, большая часть поставщиков ГАЗа или уже открывает сборочные производства в России, или планирует это сделать в ближайшем будущем. Есть изменения глазу заметны, но не столь очевидны. Например, зеркала заднего вида. Их площадь увеличена на 30%, даже на базовых версиях. Они с электрообогревом, а дополнительно можно заказать и электрическую регулировку. Кроме того, крепление обладает противовандальными свойствами, так что зеркала будет не так-то просто оторвать. Или дверная ручка. Она специально сделана такого размера и такой формы, чтобы даже открывая дверь в массивных зимних рукавицах, было невозможно повредить лакокрасочное покрытие. Но это еще не все. В моторном отсеке теперь гораздо больше шумоизоляции. Кроме того, сам объем подкапотного пространства существенно увеличился. Это позволило инженерам разнести между собой интеркулер и основной радиатор системы охлаждения. Благодаря этому снизилась термическая нагрузка на двигатель, и мотор уложился в нормы Евро-4. Двигатель все тот же, камень с объемом 2,8 литра. Пока он выдает 120 лошадиных сил и около 300 ньютон-метров. По словам инженеров, это не предел для этого силового агрегата. Впрочем, и этих показателей хватает, чтобы водитель мог в свободное от работы время немного развлечься. В рабочее время водителя подстрахует четырехканальная антиблокировочная система 9-го поколения, такая же, как у Ford Transit или Mercedes Sprinter. Эта современная АБС может работать исполнительным механизмом для системы стабилизации, которую будут устанавливать и на «Газели». И это уже похоже на революцию. Тотальное изменение сознания «Газелеводов». Кстати, о людях. Интерьер, разумеется, тоже преобразился. Здесь теперь есть куда повесить верхнюю одежду. Есть множество отделений для мелочей. Но главное – материалы салона. Теперь пластик не бликует, его даже приятно трогать руками. У водителя есть регулируемый подлокотник, который не мешает оперировать рычагом переключения передач. Но, конечно, главный элемент интерьера такого автомобиля – это, разумеется, водительское кресло. Здесь оно регулируется по всем мыслимым направлениям. У него есть поясничный подпор. Но даже несмотря на это, газовцы оставили вертикальную регулировку рулевого колеса. Такого нет даже у «Мерседеса Sprinter». Кстати, обратите внимание, с водительской стороны дверной подлокотник доходит почти до конца двери. А с пассажирской он гораздо короче. Это случилось не по недосмотру интерьерщиков газа. Так они выполнили просьбу водителей, которым длинный подлокотник мешал вытягиваться в полный рост во время отдыха. В паузах между сеансами отдыха водитель и пассажиры могут воспользоваться двумя подстаканниками, таким же количеством подбутыльников и просто неисчислимым количеством ящиков, ящичков, полок и полочек, которым человек непосвященный и применение это придумает не сразу. Концентрация разнообразных отсеков и углублений в «Газели Некст» вполне на уровне иномарок. Здесь есть даже многоэтажные карманы в дверях, а за дополнительную плату под потолком можно установить консоль для радиостанций. И главное, в морозы обитателям кабины не даст замерзнуть автономный отопитель «Вебаста», который установят непосредственно на заводском конвейере. Кабина новой «Газели» изменилась настолько, что здесь, наконец-то, можно поговорить об эргономике. Например, я, не отрывая взгляда от дороги, могу отрегулировать воздушные потоки, это очень удобно, здесь дефлекторы в стиле «Рено Логан». Могу изменить параметры работы самой климатической установки. Здесь три удобных ручки, на которых не нужно разглядывать пиктограммы, не нужно отвлекаться на управление ими, потому что они понятны совершенно на ощупь. Наконец, я могу даже вставить флешку в USB-разъем, который закреплен в боксе под ветровым стеклом. И все это, повторюсь, не отрываясь от наблюдения за дорожной обстановкой. А для того, чтобы контролировать пробег и расход топлива, у «Газели Некст» появился маршрутный компьютер. Такая простая, но такая нужная вещь. Есть и еще одно долгожданное новшество – передняя подвеска «Газели Некст». Теперь она независимая и построена по двухрычажной схеме, а архаичный рулевой механизм с шариковой гайкой заменили реечным. Он и компактнее, и информативней. Так что, помимо эргономики, можно, наконец, поговорить и об управляемости. Во-первых, руль уменьшился в диаметре, и поперек ступицы больше нельзя написать слово «наматываться». Это как раз то, чем занимались владельцы прошлых «Газелей». Во-вторых, руль теперь мультифункциональный. Здесь есть кнопки увеличения и уменьшения громкости, перелистывания треков, что, безусловно, тоже удобно. И, наконец, в-третьих, руль совершенно легковой по ощущениям. Что бы ни происходило с машиной, загруженная она или нет, у водителя никогда не пропадает чувство полного контроля над автомобилем. Чувство это переполняет настолько, что на скользкой дороге хочется пустить «Газель-некст» боком. С трудом поборов это искушение, я все-таки заставляю себя заняться вещами более практическими. Это испытательный полигон группы «Газ». Слева асфальтовая дорога протяженностью 5 километров, а справа такая же протяженная дорога, но мощенная булыжником. На ней проверяют плавность хода. Грех не воспользоваться. В списке претензий к «Газели» первого поколения шумы и вибрации шли сразу после надежности отдельных компонентов. Поэтому представить себе тест машины нового поколения без прохвата по булыжной мостовой просто невозможно. Дорога эта настолько неровная, что профессиональные водители-испытатели не ездят по ней быстрее 35 километров в час. Но мне об этом никто не сказал. Вот сейчас скорость 40 километров в час. Под колесами очень неровная дорога, а я все еще могу разговаривать с вами без систем звукоусиления. Это несомненный прогресс. Задняя подвеска, конечно, работает жестко, но позади меня, на самом деле, совершенно пустой кузов, в который не мешало бы положить килограмм 700 полезной нагрузки. В перспективе планируют завыпускать на шасси «Газели» «Некст» и фургоны, в том числе и грузопассажирские. Но пока в моем распоряжении бортовая версия, на которую теоретически можно установить тент, получив 11 кубометров защищенного от непогоды пространства. У новой «Газели» широкая грузовая платформа, запоры из нержавеющей стали, что исключает закисание, а само дно грузовой платформы застелено фанерой толщиной почти 2 см, что облегчает операции с грузом. Кстати, грузоподъемность современных развозных грузовиков часто измеряют не килограммами или литрами, а палетами. И правильная линейка у нас есть. Обычный тентованный полуприцеп, в простонародье известный как «Фура», перевозит за раз 66 вот таких стандартных палет. Чтобы перегрузить такую партию товара на развозные грузовики и доставить мелким потребителям, нужно было 22 старых «Газели», потому что на каждую влезало только 3. Теперь в «Газель Некст» мы загрузили 5 палет одновременно. Это означает, что у специалистов по логистике станет примерно на 40% меньше головной боли. Ну и, соответственно, должен упасть спрос на лекарства. Разумеется, «Газель Некст» начали разрабатывать задолго до объявления войны большегрузом на городских улицах. Так что такая конфигурация грузовой платформы – это или пример исключительно отлаженной коммуникации со специалистами по логистике, или очередное проявление прозорливости – под стать разработке первой «Газели» в эпоху советской гигантомании. Груженая «Газель», разумеется, меньше козлит и вообще едет мягче. Но все равно здесь нет и не может быть легкового комфорта. Главное, что и каторгой рабочее место водителя «Газели» больше считать нельзя. Да и могло ли быть по-другому? Ведь на дворе не начало 90-х, а вторая декада 2000-х, а рынок LCV, то есть легкого коммерческого транспорта, выглядит достаточно привлекательным и для глобальных автогигантов, которые открывают сборочные производства в России, и для разнообразных китайских производителей, которые стараются перекрыть свои многочисленные недостатки диким демпингом. Где в этом многообразии место российской продукции? Да и можно ли считать российской машину с американским двигателем китайской сборки и компонентами, собранными со всего света? Ответ на второй вопрос очевиден. Конечно, можно. И дело не только в том, где производится финальная сборка. Первая партия «Газелей Некст» отправилась на ресурсные испытания к обычным потребителям обычных «Газелей». А после тестовых пробегов по нашим дорогам, одни наши люди рассказали другим, что нужно изменить, улучшить и исправить. То, что получилось в результате такого диалога, теперь продается под именем «Газель Некст». А удастся ли новой машине перекрыть рекорды предшественницы, покажет время. «Газели Некст» «Газели Некст»